Это новый проект, который называется «У страха глаза велики». Есть такое выражение «делать из мух и слона». Поэтому ключевой работой в этом проекте является вот эта муха Ханикадзе. Почему именно страх, тема страха? То, что происходит вокруг, насилие, терроризм, я не могу выгородиться и не хочу от этого. Я живой человек, и как художнику мне интересно на это реагировать, а не закрываться от этого. Поэтому вот такая тема. Старый человек уже меньше в себя впитывает, или вообще не впитывает, он костенеет. А дети впитывают. Вместо того, чтобы впитывать какие-то деревенские впечатления, они впитывают то, что идет с экрана телевизора и компьютера. Я думаю, что реакцию программировать, прогнозировать очень сложно. Но я думаю, что первое у рядового зрителя, это будет, наверное, все-таки какой-то, может быть, страх или непонимание. На самом деле я хотел, чтобы как раз зритель, обычный зритель, если он боится насилия, чтобы как раз он избавился от этого страха. Поэтому в этом проекте не только картины ужаса, у кого-то там предметы бытовые в голове торчат, раны какие-то, а ирония. И вот ирония как раз для того, чтобы преодолеть этот страх или жить с этим страхом, относиться ко всему с какой-то долей иронией. И, наверное, будет легче. В этом проекте балерина – это часть проекта. Целая живописная серия. Здесь только одна работа с балериной, но на самом деле их больше. Будут еще, кроме этой мухи, будут еще насекомые, муравьи, ну тоже большие, ну не знаю, с грызчаткой или без, но муравьи, насекомые. И будут еще портреты. Идея с этими портретами возникла по нескольким причинам. Во-первых, меня не устраивало одни только картины, да, там какой-то сюжет, какой-то рассказ. В какой-то степени это ограничивало проект. И вот тогда возникли идеи этих портретов, как современников, которые исполняют роли потенциальных жертв. Но это роли, это неправда, это важно. Потому что воспринимать это как документ было бы ошибочно. Поэтому они гипертрофированы с этими бытовыми предметами в голове. Первая из них была эта балерина, апофеоз успеха, да, цветы. Ну это шутка. Вот что-то меня сдержало, чтобы кроме этой царапины там еще сделать жестче. Может быть, потому что это было первое. А потом уже в остальных немножко больше жесткости. Но это не было самоцелью. Эти предметы продиктованы и какой-то формальной необходимостью. Композиции, пятнами, такими вещами. Здесь, несмотря на то, что я говорю все время, что форма не важна, все не важно. Но на самом деле профессионализм для меня был важен. Уровень профессионализма. Поэтому они все достаточно сделанные. Это близкие мне люди, родственники, друзья, знакомые, которых я люблю. Я стараюсь работать с этими людьми постоянно, потому что они мне интересны. И включать их в проекты мне доставляет удовольствие. Не знаю, каким.